собираюсь поменять поменять пол в бане который буквально сгнил за пару лет а почему так быстро но потому что болото я живу на болоте и здесь вокруг выйдешь только за огород болото и весной тут разливается огород превращается сам болото поэтому у нас здесь грядки поднимают чтобы они были выше и садят позже чем обычно других местах ну и конечно же сырость что в бане что в подполе у кого погреба только такие почки закапывают потому что других вариантов нету тут даже подпол не копают ну так вот решил я поменять доски бани сейчас покажу эти доски вот они какие хотя эти доски не такие уж старые на самом деле если перевернуть вот что произошло с ними сейчас они высохли сухие стали а были вообще мокрые гнилые мокрые в бане в самой тут сырость была и здесь вот я сейчас шлюпках захожу прошло чуть больше месяца месяц назад я здесь было лужи это только в сапогах по-другому никак все доски были гнивые сгнившие как это но я подумал что можно использовать чтобы доски не гнили для шпал например используют вещество которое вырабатывают из дегтя березового дегтя и раньше старину до использовали березовый декоть его намазал мазали да и это помогало как раз против гниения березовый декоть таким образом используют сейчас чаще всего используют масло то есть это более такой вариант проще до достать его легко купить и так далее ну так вот положил я доски на пол и на пару недель там был занят другими делами забыл про них благополучно кстати видите да что вот эта часть потолка она ниже чем это потому что эта сторона баня вот просто проваливается это болото там далее на той стороне болота она благополучно так проваливается этой стороны когда-нибудь точно навернется ну думаю на какое-то время хватит пока сделаю и вот через полторы-две недели я пришел поднимаю доски что вы думаете этом вижу грибы да не съедобные да не под березовики а именно плесневые грибы такие зелено-желтого цвета покрыты полностью я их убрал сейчас обработался и черная плесень той внутренней стороны той внутренней стороны противоположно была черная плесень вот эти грибы я ее конечно соскоблил их и что сделать конечно маслом уже не получится как я думал да надо вначале избавиться от этой плесени и вспомнил про старинный способ дедовский способ который раньше использовали люди то есть это испокон веков они его использовали и у нас здесь сюда в россии да и в других странах еще даже в библии представьте даже в библии описано это полторы тысячи лет до нашей эры описан этот способ который люди использовали против грибов и против грибковые плесени и черные плесени но и другой тоже это это обычная известь то есть обычно и здесь она помогает против плесни прошло несколько дней видно никакой плесени после этого как я обработал не появляется не вылазит я уверен что пройдет и больше потому что я не их первый открыватель это уже давно люди используют наши бабушки дедушки они использовали известь чтобы бороться с плесенью не только для красоты а вот как раз именно против борьбы с плесенью даже вот это черной плесенью а но чтобы она помогала нужно ее правильно знать когда использовать потому что если вы разведете ее и подождете там недельку когда все свойства эти пропадут самые такие важны которые такие термоядерные свойства а тогда уж не такой эффект будет надо использовать сразу над и надо использовать именно не гашеную известь не гашеную известь разводить не пушонку разводить а не гашеную известь который комками продается комочками да или большие или маленькие бывают вот такие вот комки иногда могут поменьше но поменьше быть разводится как обычно разводят на побелку для того чтобы сделать раствор известковый раствор понадобится известь я использовал три килограмма известина 10 литров воды холодной воды она потом нагреется когда будет происходить этот эффект и бурление будет поэтому когда будет бурление нужно подальше уйти куда-нибудь чтобы не брызнула не попала если попала вдруг на руки или куда или на что-то еще до нужно промыть водой некоторые конечно делают это позже там через несколько дней белят ну когда что-то обычно белит потому что тогда даже попав на кожу она не будет разъедать так сильно как именно вот в эти первые моменты в первый день но и тогда и эффекта того не будет которым мы сейчас говорим чтобы было уничтожено плесень и вот эти плесневые грибы поэтому мы используем именно на первом этапе когда разводится мы подождем конечно же где-то 15 минут 20 или полчаса когда перестанет бурлить не надо каждый раз стоять и мешать потому что если на вас плюхнется это все мало не покажется подошли до потом размешали отошли она дальше растворяется при нагревании пластиковые бедра некоторые даже плавится поэтому лучше использовать металлическое это ведро татас или ванну варя какие объемы вам нужны ну и все далее просто обычной кисточкой белим эти доски и все обязательно торцы не забудьте тоже вот такой способ понятно что это способ он хорош именно с плесенью гриба и грибковой плесенью но сыростью надо что-то делать а надо что-то думать чтобы избавиться от сырости но я знаю что в погреба например просто костер разводит главное чтобы доступ воздуха был костер туда разводит и все в погребе до баня не получится дата доски понятно да если только это все убрать она опять заполог тоже я сушил помощью плитки электроплитки но опять это затрата энергии но помогает высушивает так что вот такой способ старинный способ который раньше использовали и спокон веков люди использовали этот способ чтобы избавляться от плесени плесневых грибов белили в погреба дом и но много другого поэтому сейчас тоже можно использовать его на чтобы также избавляться от плесени ну и конечно не забываем о том что конечно же надо просушивать все равно плесень чтобы до конца от нее избавиться нужно просушивать помещение чтобы она было не сырое тогда можно до конца избавиться так что спасибо за внимание ставьте свои оценки пишите комментарии может вы еще знаете о ком-то еще способе который помогает хорошо надеюсь этот способ старинный дедовский способ поможет вам избавиться от плесени